Всем привет! Гуляю тут с Лерой на детской площадке и не могу не поделиться с вами одной историей, которая произошла со мной на днях, вместе с моими подписчиками, которым я искала квартиру. И они говорили, Алла, будете что влогера сказать? Хотя негатив, с другой стороны, я так подумала, я думаю, ну что, негатив, негатив, а люди должны знать, какие истории происходят в жизни и при подписании договоров, что может вообще произойти. В общем так, нашли мы с квартирантами потенциальными, моими подписчиками квартиру и договорились о подписании договора с владельцами квартиры. Договорились, что встретимся вечером в 7.30, потому что люди все работают, после работы вечером встретимся на подписании. По дороге уже на квартиру в этот же день, вечером, когда я ехала, мне звонит клиент, подписчик, который говорит, что он опаздывает немного, была очень дождливая погода, что он опаздывает где-то на 20 минут. Звоню хозяйке и говорю, что немножко опаздывает клиент, но я буду вовремя. И приезжаю, захожу в квартиру, то есть мы договорились на 7.30, я захожу к ним в 7.35 и объясняю, что человек по дороге, что он не живет в Хадере, он не местный, едет с работы, думал, что успеет, но не успевает, и вот на 20 минут примерно он опаздывает. 15-20 минут. Проходят эти несчастные 20 минут, и я в это время пытаюсь с хозяевами говорить о разных тонкостях квартиры, что как, чему, что там в договоре, ну в общем, чтобы как-то скоротать время, чтобы всем было веселее. Проходит 20 минут, хозяин говорит, «Отхала лётова», что значит, начало нехорошее. Я тоже ехал издалека, а он действительно не местный, ему ехать час. Говорит, ну я же сумел подстроиться, и успел, и вовремя приехал. Почему клиент не может приехать вовремя? Я говорю, ну слушай, ну всякое в жизни бывает, ну я быстренько, он говорит, жду еще 10 минут и ухожу. Я начинаю очень быстро звонить квартиранту, и говорю, слушай, где ты? Он говорит, ну навигатор мне показывает 6-7 минут. Я такая, окей, давай быстрее. Ну говорю хозяину, что вот, навигатор ему показывает 6-7 минут, еще одна минута там портовка, одна минута идти, в 10 минут он ложится и придет уже на квартиру. Ну уже около 8, как бы, ну ждать, ну что, ну подожди еще этих 10 минут. На что он говорит, я жду, не, 10 минут не прошло еще даже, он встает и говорит, все, ничего мы сегодня подписывать не будем, звоните завтра. Я говорю, ну так он же ж уже здесь. Он говорит, нет, я иду на парковку, чтобы вы понимали, квартира в новом доме, квартира стоит больше, чем 1000 долларов в месяц аренда. Квартиранты, которые будут подписывать, нормальные, хорошие квартиранты, в принципе, с зарплатой, с гарантом, даже с денежным залогом на минуточку. То есть все готово, все везут, едут подписывать квартиру тебе, договор. Он нет, говорит. Я иду на парковку, берет там свою жену вместе, идут, они садятся в машину, я бегу на улицу встречать этих, потому что знаю, что они уже здесь. Я сейчас встречаю их на дороге, говорю, слушайте, давайте вместе подождем, сейчас он будет выезжать с парковки через шлагбаум, около парковки, может, они все-таки остановятся, может, они все-таки придут в себя, и все будет окей. Но, к сожалению, этого не происходит. Машина, в которой сидит хозяин и хозяйка, проезжают мимо шлагбаума и выезжают на дорогу, я им машу рукой и звоню, трубки никто уже не берет, и они уезжают. Вот теперь скажите мне, пожалуйста. Я понимаю, что да, надо торопиться, надо приходить вовремя, есть пунктуальность, но с другой стороны, где деловой подход? Чтобы сдать им эту квартиру, им еще придется приехать, возможно, даже не один раз. Здесь же были люди, серьезные, потенциальные клиенты, которые ехали заключать договор, и, извините, все в жизни бывает, и да, можно опоздать. Лично я была в шоке. У меня еще никогда в жизни не было такого. Это был настолько эмоциональный вечер, и я не могла понять вообще, что творится вокруг. Вроде взрослые люди, вроде ты говоришь, ну подожди, ну вот же клиент, вот же он приехал, тот говорит типа, Зео, все, звони завтра. Ну, понятно, что он ни завтра, ни послезавтра уже тебе не ответит, и все. И клиенту надо начинать искать другую квартиру. Расскажите мне, вот что вы думаете по этому поводу? Когда клиент подъехал, говорит, ну, а он чуть больше года, наверное, в стране чуть больше года, говорит, «Да в Израиле же все израильтяне местные, у них минутка, это 10 минут, у них рега, дока там, ну то есть, что прям так пунктуальный он такой?» И понимаете, вот я, если бы, вот есть люди, иногда клиенты, которые пишут, просто детки ездят на самокатах, которые пишут, что там, «Бывакашали, агея безман», то есть, просьба приехать вовремя. Этот же ни разу не делал никакого акцента на том, что ему очень-очень важно, чтобы мы приехали вовремя. Это раз. Во-вторых, я действительно приехала вовремя и пыталась всеми возможными способами быстрее скоротать время, чтобы незаметно оно прошло и чтобы, ну, клиент подъехал и начались уже там подписания. А, есть еще, да, когда новые репатрианты приезжают в страну, им говорят, «Савланут, савланут, а коли я бы седр, то ли с терпения, терпение, скоро все будет хорошо». Но где терпение у этого хозяина квартиры? Что такое произошло, что человек решил вот этот принцип? Вот что думаете вы? Напишите. Мне очень интересно ваше мнение, почему иногда владельцы так поступают и чем они руководствуются при этом? Купил квартиру, скорее всего, випотеку, надо платить, которую выплачивать. Не, ну, может, купил и не випотеку, что-то там было, что в наследство, но все равно не думаю, что все там в наследство пришло. А даже если все, это тоже считать деньги заработанные, почему это не ценить? Есть клиент, подпишись с ним в договор и двигайся дальше. Причем, что перед этим мы отправили все там зарплатные ведомости, чек, то есть все за доказательства того, что квартиранты мои могут платить. И они им подошли, они прислали нам в ответ договор аренды, чтобы мы почитали, какой он. И в итоге не дождались каких-то несчастных 5 минут и уехали вот просто так. Я честно, я была в шоке. Мои клиенты тоже. Такое у меня случается. Ну, лично такого, что из-за опоздания сорвалась сделка, никогда еще такого не было. Иногда, конечно, есть, что срываются сделки, но это очень маленький процент. Ну, чтобы на такой почве, почве опоздания, потому что человек ехал с работы, извините меня, но такое у меня произошло впервые. Так что будьте терпеливее. Мне кажется, тогда вы будете, не знаю, более удачны в жизни. Не надо быть терпилой, но надо как-то иметь, ранжировать, что важно, а что нет. Я понимаю, там не дождался на свидании, ушел, но это договор, это бизнес, это сделка. В общем, это мои мысли. Какие мысли у вас, пишите. Очень будет интересно почитать ваши комментарии. Всем хорошего дня, адекватных людей вокруг и пока-пока.